Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы вот с сегодняшним нашим гостем, профессором, прямо начали оживленную дискуссию еще до эфира. С удовольствием продолжим в эфире хабилитированный доктор, профессор и академик Международной Академии наук высшей школы, соучредитель Балтийской Международной Академии Валерий Евгеньевич Никифоров. Добрый день. Добрый день. А вот дискутировать мы начали на такую, пожалуй, одну из самых актуальных тем. Это все, что вообще связано с достоверностью информации, с учетом того, как многие уже констатировали, что сейчас каждый может стать ньюсмекером, репортером, создателем новости. Достаточно где-то оказаться в интересном месте со смартфоном, и дальше уже появляется информация. Все это на бескрайних просторах интернета потом распространяется, иногда, что называется, концов не найти. А все-таки хотелось бы действительно понять, я так понимаю, что и студентов, вы сейчас в Балтийской Международной Академии пытаетесь, не только тех, кто обучается по программе Public Relation, но и представителей других специальностей, пытаетесь все-таки какие-то определенные навыки им дать, привить, чтобы они вообще могли отличить достоверность информации, недостоверность информации. Вот с этого мы и начнем. Евгений Евгеньевич, вы, я знаю, что уже к этому поколению студентов и логику преподаете. Вот это тот предмет, который сейчас, как ни странно, вот при веке интернета может даже очень пригодиться. Ну, естественно, это актуально для студентов, потому что для них, в общем-то, интернет главный на сегодняшний день источник информации. Вы, наверное, уже и лекции не мыслите без интернета, без использования вот этих технологий. Ну, знаете, сегодня без интернета даже домохозяйки не обходятся. Но, видите, интернет, конечно, это, в общем-то, огромное достояние человечества в целом, да, это огромное хранилище информации, но, как всегда, в этом массиве информации, наряду с достоверной, довольно много недостоверной информации. И в силу того, что интернет, в отличие от печатных изданий, легко доступен в качестве авторства для любого из нас, а все мы имеем, так сказать, разный уровень подготовленности, то в интернете, ну, вы знаете, недостоверной информации так много, что это уже, ну, это уже, ну, по крайней мере, раздражает, ну, и мешает, самое главное. И вот я не только думаю о студентах, но и сам раздражаясь вот этим информационным мусором в интернете, взял и полез опять в интернет, но уже для того, чтобы понять, а какие общества на сегодняшний день существуют средства отличия достоверной информации от недостоверной. Ну, и вот, начав этот поиск, я в итоге, как сказать, увидел, что фактически все сводится к тому, что пытаются достоверность получаемой информации оценить через репутацию его источника. Но, понимаете, репутация источника, каким бы он прекрасным ни был, не гарантирует достоверности той информации, которую он распространяет. Поэтому нужны какие-то средства оценки достоверности информации по её содержанию и другим признакам. Ну, и я вот начал пытаться тут что-то найти в области там науки, в первую очередь логики и так далее. Ну, естественно, всякую попытку надо начинать с того, чтобы уточнить или, как говорят, экспринцировать предметное и предметное и смысловое содержание понятия. Что мы понимаем по достоверной информации? Ну, как правило, в первую очередь мы понимаем истинность этой информации. Достоверная в смысле значит истинная. Но информация существует в виде суждений, рассуждений, а истинными среди них могут быть только те, которые что-то о чём-то утверждают или что-то отрицают. Типа трава зелёная, соль солёная. Вот содержание этих суждений можно сопоставить с объектом и увидеть, соответствует или нет. То есть решить, истинно или ложно. Но есть огромное число суждений в нашей каждодневной жизни и в интернете, которые ничего ни о чём не утверждают, не отрицают. Они или рекомендуют, или предписывают, типа, уступай помехе справа, хочешь быть счастливым, будь им. Понимаете? Такие суждения и такого рода рассуждения вообще быть не могут быть ни истинными, ни ложными. Но они могут быть достоверными и недостоверными. Вот очень замечательный пример тоже, можно сказать, такое употребление такой фразы. По слухам, по неофициальной информации. Ну, то есть вроде проверить нельзя, вроде кого-то даже обвиняют, да, а вот на самом деле, как мы можем утверждать, что это действительно вот истина? Поэтому, видя, что не всю информацию можно вообще, в принципе, оценивать с точки зрения истинности, и, следовательно, достоверность понимать только как истинность недостаточно. Я вот, как сказать, предложил, это опубликовано вот в последнем номере журнала «Открытый город», ещё один критерий достоверной информации – её правильность. Так, что бы это значило? То есть, если какое-то утверждение соответствует какому-то существующему правилу, то оно правильно, если не соответствует – неправильно. Ну, поясню на таком простом полушуточном примере. 2 плюс 2 умножить на 2 – сколько будет? Замечательно. Сначала мы умножаем, потом прибавляем. Одни говорят 8, а другие 6. Да. Пытаемся оценить достоверность того и другого. Вспоминаем правила последовательства выполнения арифметических действий, которые излагаются. Излагаются сначала надо множить и делить, а потом складывать и отрицать. Значит, 2 плюс 2 умноженное на 2, конечно, 6. 6, да. Понимаете? Итак, второй аспект или второй подход к оценке достоверности информации – это оценка достоверности через её правильность. Но, хотя многие в этом мире очень любят сочинять всякие правила, начиная с законов, даже начиная с Конституции и кончая множеством всяческих законов. Ой, да. Сочинять правила мы любим со страшной силой. Тем не менее, до сих пор нам на все случаи жизни не удалось насочинять правила. И есть такие суждения и рассуждения, которые вообще не являются ни неправильными, ни правильными. То есть их нельзя оценить с точки зрения правильности. Тогда возникает вопрос – а как оценить достоверность такого рода информации, которая не подлежит проверке через истинность и не подлежит проверке через правильность? Ну и тогда я ввожу понятие проверка через конструктивность. То есть достоверность как конструктивность. Вот если в конечном счёте эта информация оказывается практически полезной, то это говорит в пользу её достоверности. А вот очень интересный вопрос на конкретный пример. К примеру, самая сейчас актуальная тема в мире – это коронавирус. Мы знаем, что происходит в Китае. Ну и в связи с этим, как мы знаем, появляется много правдивой информации и много неправдивой информации, даже которая может посеять панику, что весьма, как мы знаем, опасно. И вот такой вот может возникнуть, уже возникла такая дилемма. Что делать? Или вообще каждый день не сообщать о количестве заражённых и, не дай бог, умерших, потому что это создаёт такие панические настроения, с одной стороны. С другой стороны, даже если мы преувеличим число заражённых, не знаю, не 40 тысяч, как сейчас в Китае, а не знаю, 400 тысяч, да, мы увеличим панику, с одной стороны, но с другой стороны мы людей как-то предупредим и люди скажут, вы знаете, вот этот тезис Валерия Евгеньевича по конструктивности, мы считаем, что он верный. Информация недостоверная, но лучше пускай мы людей запугаем, чем они вообще будут в невидении. Ну, если вообще это приведёт к практической пользе, в смысле, и сами люди станут относиться к этому значительно серьёзнее, и интеллектуалы интенсифицируют свои усилия по борьбе и, главное, разработке вакцин, то, знаете, к этой информации можно отнестись всё-таки не как фейк-вьюс. Да. Вот мы знаем, что был недавно доклад такого интеллектуального клуба, понятно, что поскольку речь идёт о каком-то таком интеллектуальном сообществе, небольшом, то, может быть, это так по миру не разошлось. Что это за доклад римского клуба? Я знаю, что вы углублённо его изучали, и что это для нас, для простых жителей? Вы знаете, да, ну, как сказать, вообще римский клуб очень интересная организация. Она возникла в 68-м году, когда собралась группа весьма образованных и, самое главное, что оказалось важным, достаточно обеспеченных исследователей экономически независимых людей, они собрались, так случилось в Риме, и отсюда название «Римский клуб». Какую задачу они перед собой поставили? Знаете, весьма скромную. Путём научных исследований предупреждать человечество о грозящих ему глобальных угрозах. И первый доклад римского клуба, который вышел вот в том же 68-м году, назывался «Пределы роста», смысл которого был в том, что, значит, члены римского клуба, осознав, убедительно, как сказать, изложили то, что вообще-то планета Земля конечна, значит, все природные ресурсы конечны, многие из них принципиально невозобновляемы. И, следовательно, вообще вот это такое безоглядное развитие, основанное на использовании природных ресурсов, чревато вообще-то серьёзными последствиями. Вот с этого началась деятельность римского клуба. Были десятилетия, а, извините, в прошлом году они отпраздновали официально уже 50 лет своей деятельности. И, кстати, по этому поводу издали юбилейный доклад с довольно оригинальным названием, который сейчас тоже, по крайней мере, интеллектуальную элиту, мировую интеллектуальную элиту весьма и весьма заинтересовал. Так вот, у них есть, естественно, устав, чтобы немножко. Согласно этому уставу, членов римского клуба не может быть больше ста человек. Ни один член римского клуба не может быть официальным лицом, членом правительства, депутатом и так далее, и так далее. То есть они очень существенное внимание уделяют вот тому, чтобы все-таки этот экспертный совет был достаточно независимым, да. Ну, и это вызывает, ну, по крайней мере, некоторый аванс доверия к тому, о чем они говорят. Кроме того, вот понимаете, что они делают? Они очень внимательно осмысливают конкретные научные исследования, которые проводятся в разных регионах мира, разных стран и так далее. И пытаются понять их социальную значимость. Вот этот последний доклад, команон, который они называют, ну, в принципе, это выражение переводят по-разному, но два таких основных применительно к их интерпретации – это или не пытайтесь нас обманывать, или следуйте за нами. И вот те выводы, которые они приходят в этом докладе, ну, звучат не менее парадоксально, чем первый доклад «Пределы роста». Ну, со времен первого доклада прошло уже, как вы понимаете, довольно много времени, и поэтому то, о чем они предупреждали, можно проверить, в какой степени это оказалось оправданным. Ну, и степень весьма и весьма высокая, чтобы на основании сопоставления первого доклада с реалиями достаточно серьезно относиться к их последнему докладу. Да, вот говоря, может быть, мы так предварим то, что мы будем обсуждать во второй части, говоря о вашем ВУЗе, о Балтийской международной академии, как вы сейчас пытаетесь, не знаю, по-новому посмотреть на обучение студентов в свете всех этих процессов и глобализации, в том числе глобализации образования, и вот действительно интернета, вот, может быть, с этого мы начнем, потом привемся на рекламу и продолжим. Да. Ну, Балтийская международная академия следует фарватере Болонского движения, в который Латвия вступила в 1999 году. Ага. Вот, отмечили недавно 20-летие. Отмечили 20-летие в прошлом году. Значит, за это время, если как подводить хотя бы предварительную, сделано достаточно многое. Чем хорошо Болонское движение? О том, что оно в определенном смысле отреагировало, но те объективные процессы, которые в мире идут. Понимаете, глобализация, которую сегодня многие негативно оценивают, которая становится ругательным словом, сегодня позитивным является стремление к национальным интересам. Как будто кто-то создаст эффективную национальную программу борьбы с потеплением. Все равно ведь это глобальная проблема. О чем, кстати, идет речь и в этом последнем докладе римского клуба. Да. Понимаете, все-таки не надо бросаться в крайности. Не следует думать только в глобальном стиле. Но нельзя опускаться и до стиля мышления на уровне хутора. Понимаете, это как-то нужно сочетать. Вот у нас очень часто именно в эту сторону. Неополиерализм, о котором сейчас говорят, с которым связан широко распространенный популизм, следование национальным интересам. Если упростить суть до схемы, то неополиерализм – это движение от интересов человека к интересам страны и оттуда к интересам человечества. А глобализм с точностью, но наоборот. Это, в первую очередь, интересы выживания человечества. Ну, в принципе, оно, конечно, не выживет. Я вам скажу, больше хочу сказать, что и реклама – это в интересах выживания человечества. Привемся буквально на две минуты, потом вернемся в студию. Да, мы продолжаем работу в прямом эфире. Игорь Евгеньевич Никифоров у нас в студии, профессор и хамилитерный доктор. Вот мы говорили о глобализации, о баллонском процессе. Такой вопрос вам задам. Но вот мы знаем, что сейчас в рамках глобализации у студентов или вот о выпускниках школ, если мы поговорим, вот скоро остается учиться три месяца учащимся 12 класса. Всегда сейчас в эпоху глобализации у студента потенциального есть масса возможностей. Это, естественно, обучение в Латвии, в рамках Европейского Союза, вообще даже в других странах, в третьих, или это Россия, Америка и так далее. Мы все-таки, говоря о Латвии и о вашем ВУЗе, о котором вам известно, естественно, больше всего, это Балтийская международная академия. Вот студент приходит или наденет к этой двери, наверное, вам задаются вопросы. А, насколько диплом будет признаваться, насколько вот эта программа обучения, которая действительно ему преподается, понятно, что они лицензированные, это, само собой, мы даже не обсуждаем, аккредитованные, насколько они будут конкурентоспособны. Я почему говорю, поскольку мы сейчас видим, что постоянно Министерство образования, видимо, не спит сутками, придумывает, как бы урезать автономию ВУЗов, что-нибудь там еще подреформировать и так далее. Вот на каком этапе сейчас находится Балтийская международная академия? Ну, вы знаете, конечно, вот программы Балонского процесса, в том числе, например, Erasmus, Erasmus+, которые позволяют студентам... Это обмен студентов, да? Да, это обмен студентов. То есть, если студент учится на Бакалаврской программе, то за эти 34 года он год может провести в зарубежном ВУЗе. В том числе участь Балтийской международной академии? Естественно, причем студенты из любой страны. У нас учатся студенты из 21 страны, и многие из них этим подчеркнуто интересуются. Почему? Потому что, вот понимаете, например, студенты бывших советских республик. Да. Те из них, у которых нет проблем с английскими и деньгами, они пролетают над Латвией в британские университеты. Понимаете? В Латвию попадают в основном те, у кого еще не блестяще с английским и не так много денег. Но многие из них все-таки свои устремления дальше на Запад не оставляют. И через Балтийский международной академии. И здесь у нас уже интересуются, а можно ли по обмену поехать на семестр или два семестра. Но это же относится и к жителям Латвии, которые учатся в Балтийском. Естественно, это относится абсолютно ко всем студентам. Абсолютно ко всем студентам. Так. Теперь еще второй вопрос, который тоже, наверное, у вас спрашивают, кроме программы Erasmus, Erasmus+. Это возможность практики. Потому что мы понимаем, что сейчас жизнь такая, что многие студенты, я думаю, и сегодняшние студенты Балтийской международной академии пытаются подработать. Насколько это реально, насколько это поощряется. Потому что, как мы знаем, у преподавательского состава обычно есть два мнения. Одни считают, что особенно увлекаться работой нельзя, потому что будет страдать учеба. Другие считают, что совмещение практики и теории – это вот оптимально. Вы знаете, здесь ситуация. Если опять вернуться к баллонскому движению, то его регулятивы таковы, что любой студент, учась на любой форме обучения, имеет вправе работать 20 часов в неделю. Ну, знаете, что произошло у нас? 40 часов. 40. Законодатель разрешил работать 40. Хорошо, что не 60. А то бы преподавателей, студентов уже бы не увидели. Да. Вы знаете, ну 40 – это полная рабочая неделя. В некоторых странах, типа Франции, она даже меньше. Меньше. И, знаете, вот тут опять вопрос крайности. Ну, естественно, и мы в Балтийской международной академии, и в других вузах считают, что, в общем-то, это слишком уж много. Да, понятно, в Риге дефицит рабочей силы. Да, студенты – прекрасная рабочая сила. Извините, имеющая достаточно высокий общеобразовательный уровень, возраст подходящий, физическую форму и так далее. Да, всё в порядке. Но, наверное, не так надо решать вопрос. Не путём увеличения числа, а путём всё-таки снижения уровня тех барьеров, например, на въезд и на храм их студентов, тех барьеров на использование языков в процессе обучения, которые существуют. И тогда, сохраняя те разумные 20 часов работы в неделю, можно иметь достаточно большую армию вот этой вспомогательной рабочей силы. Да, вот я знаю, что обычно в вузах, по крайней мере, в частных, проводятся наборы студентов дважды в год. Один раз, наверное, в сентябре, как обычно, традиционно, ещё такой зимний набор. Действительно ли в Балтийской международной академии тоже есть такое правило? Да, и, знаете, эта традиция уже сложилась достаточно давно, где-то чуть ли не десяток лет назад. Значит, и мы тоже, в общем-то, регулярно в этот период, январь-февраль, осуществляем набор. Отчасти, знаете, это объясняется тем, что это окончание осеннего семестра и пауза перед началом весеннего. Сегодня студенты довольно часто меняют вузы, переводятся из одного вуза в другой. Это тоже нормальная практика, да? Нормальная практика, бесспорно нормальная. К этому с пониманием, как сказать, многие относятся и прочее, прочее. Вот, знаете, эту практику в последнее время даже расширяют. Переходят к схеме обучения 2 плюс 2 плюс 2. Что подразумевается? Если студент, проучившись первый или даже второй курс, выбрав определенную специальность, осознаёт, что это не его, ему даже надо дать возможность изменить траекторию своего обучения. Понимаете? Так вот, это нормальная практика. И вот в силу того, что это практика, не только нормальная, но и заметно многочисленная, то вот этот зимний набор позволяет тут тоже, как сказать, как-то решать эти проблемы. Да. Вот что касается ещё, наверное, важной темы, и важной для вас, поскольку всю жизнь в образовании, в науке. Развивается ли в вузах наука? Ну, в Балтийской международной академии тоже. Или вообще нужно вузам сейчас думать о выживании, какая уж там наука? Нет, развиваются. Дело в том, что вообще-то, вот, например, если говорить, например, об обучении на уровне магистратуры, то там вообще нельзя дойти, по крайней мере, в Балтийской международной академии, до защиты диплома, не имея уже научной публикации. Понимаете? Поэтому мы два раза в год проводим большие научные конференции для студентов и молодых учёных, где они выступают, к чему они готовят свои публикации, которые потом увидят свет. Поэтому сама технология уже требует в той или иной степени занятия наукой. Я уже не говорю о докторских программах. В Балтийской международной академии две докторские программы. Ну и вы понимаете, что для дозащиты докторской диссертации без уже пяти-шести публикаций, причём в рецензируемых, в том числе и в зданиях, ну просто нельзя добраться. А вот так, чтобы было понятно, вы сказали, две докторские программы, вот это, что я знаю, раньше это называлось, видимо, подготовка к докторской, это аспирантура, сейчас докторантура, да? Так это сейчас, по-моему, называется. Ну, вы знаете, изменения произошли как раз в рамках Балунского движения, да? Значит, то есть, в Европе, увидев жесткую необходимость немножко унифицировать образование, понимаете? Потому что иначе что получается? В одной стране одна система, в другом другая, эти учат это, это учат другое. Выпускники с дипломами приезжают в новую страну и оценить их диплом становится большой проблемой. Это правда. Так вот, поэтому в рамках Балунского движения, в общем-то, и предложили несколько направлений и унификации. Одно из них – бакалавр, магистр, доктор. Вот это, например, плохо сочеталось с классической советской системой, где был специалист, аспирантура, и потом доктор, докторантура не было, докторскую степень готовились сами. Ну, еще была кандидатская до этого. Вот эта аспирантура должна была заканчиваться кандидатской диссертацией. Но даже Россия, несмотря на то, что она большая, а знаете, у большого и тяжелого обычно большая инерция, но и даже Россия, в конечном счете, перешла на эту. То есть у них тоже фактически новых кандидатов наук нет? Есть сразу доктора наук? Да, вот эта система? Нет, у них все-таки по-прежнему есть кандидаты наук. Но и по-прежнему есть доктора. Но у них появились бакалавры и магисты. То есть все-таки последнюю ступень, высшую они оставили, да? Вот эту первую ступень специалиста, они бы как бы подразделили на бакалавра, ну, где-то 3-3,5-4 года, и магистра, полтора-два. А вот эти последние они сохранили. Они сохранили. Так же, как, например, они сохранили и контролирующие организации в виде высшей аституционной комиссии. Кстати, да. ВАК. Да, но я должен вас прервать на интересном моменте, на звонке нашего радиослушателя. Одевайте, пожалуйста, наушники. Добрый день, слушаем вас. Пожалуйста. Так, ну, нет у нас звука. Пытайтесь дозваниваться, 612-939. Я надеялся, что будет какой-то вопрос, связанный вот с Балтийской международной академией. Вот, может быть, вторая попытка. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый вечер. Извините, пожалуйста. Вы вот начали тему по поводу римского клуба, и чем закончился прогноз его первый? Или я прослушала, прошу прощения, или вы не стали отвечать на эту тему? Спасибо. Спасибо. Вы же, ну, значит, итак, один из основных академических был какой, что вообще природные ресурсы конечны. Поэтому, в общем-то, в нашей деятельности, в которой мы стремимся все больше потреблять, и так далее, и так далее, надо это учитывать. Чем он закончился сегодня? Ну, мы осознали, что, да, залежи углеводородов, нефти, газа, угля, конечны, хотя бы потому, что, конечно, сама планета Земля. Более того, знаете, в некоторых же регионах мира уже не хватает питьевой воды, причем эта нехватка достаточно острая, да? То есть, в принципе, сама даже уже их, сам их призыв к тому, чтобы на нас задуматься о том, как мы потребляем природу, а мы ее, знаете, как потребляем? Свои потребности мы же удовлетворяем за счет нашего окружения. То есть, образно говоря, мы, удовлетворяя свои потребности, поедаем в широком смысле это окружение. Когда мы добываем руды, допустим, из земли, мы тоже в определенном смысле поедаем планету Земля. Значит, Грета Тумберг права в чем-то? Вот я имею в виду, это экологическая активность? В определенной части – да. Но, знаете, не уходит ли она дальше истины? Потому что до истины можно не дойти, но можно уйти дальше. Потому что появилась одна очень оригинальная шутка. Говорят, а вы знаете, что Грета Тумберг обращается ко всем, чтобы они не боролись с глистами, ибо этим бедным животным больше негде жить. Действительно, да. Возвращаясь, может быть, все-таки к процессу образования, Балтийский международный вопрос, на который вам задают и студенты, и родители, может быть, когда приходят на день открытых дверей. Ведь мир очень быстро меняется. Мы видим, что целый ряд профессий просто исчезло. Говорят, что в ближайшие годы исчезнет еще целый ряд профессий. Не будем их называть, потому что всякое может случиться. Но, тем не менее, нет ли такой опасности? Ведь образование считается достаточно инертное, может быть, стабильность, кто-то считает даже стагнация, тяжеловесная. Что вот вы сегодня обучаете студента первого курса, а когда он через 4 года подойдет к бакалаврской работе по какой-то программе, уже будет видно, что время ушло вперед, что его образование не соответствует. Ну, вы знаете, Абик, как мы это решаем? Да, вот как вы это решаете? Вот у нас есть профессиональная компетентность, на формирование которой направлены целый ряд специальных учебных дисциплин, которые занимают где-то до половины объема времени. Учебные. Наряду с профессиональной компетентностью, которая у юриста – это одно, у менеджера – это другое, у дизайнера – это третье, у психолога – это четвертое. Наряду с этим мы прописали, считая абсолютно нужным любому специалисту, кем бы он ни был, юристом, менеджером или дизайнером, такую компетентность, как информационная, умение находить нужную информацию, умение ее адаптировать, умение ее использовать. Коммуникативная, то есть адекватно оценивать себя в окружении, адекватно оценивать окружение, уметь находить общий язык с окружением. Я очень общие и популярные излагаю, но это коммуникативная компетенция. Социально-правовая. Кем бы мы ни были, мы работаем в окружении других людей. В каком бы обществе мы ни находились, там есть регулятивы, правила, общежития, законы и правила. И, естественно, любой специалист должен их знать и ориентироваться в этом. Вот это социально-правовая компетенция. Кроме того, вы знаете, очень важно не только что-то знать, но и уметь использовать эти знания. Вот это связано с инструментальной или более общей методологической компетенцией. И, наконец, кем бы вы ни были, даже если с сантехником, всё-таки у вас какое-то представление о мире, месте человека в этом мире, о смысле его бытия должно быть. Иначе можно попасть в очень своеобразную ситуацию. Знаете, выйдя на пенсию и получив досуг, начинать думать о смысле жизни, вот, и вдруг, начитавшись всяких философов, понять, что у жизни как таковой, самой по себе никакого смысла нет и в принципе быть не может. Что смысл жизни любого из нас может обрести, если мы сами внесем в свою жизнь какой-то смысл, сформировав для себя цели, какие-то принципы и так далее. Но, извините, если в конце жизни вы понимаете, что смысл может появиться, если вы его внесёте, а вы не удосужились это сделать, то ситуация весьма своеобразная. Так вот, отвечая на ваш вопрос, я ещё подытожу. Понимаете? Да, профессии исчезают и появляются новые. Да. Но уметь быть доказательным и убедительным в публичных выступлениях, в деловых контактах нужно всем и всегда. Какой бы специальности бы ни было. Совершенно верю. Умение адекватно оценить окружение, себя в этом окружении будет актуальным для всех специалистов во все времена. И даже на всех планетах. Извините, то же самое социальная, правовая компетентность. Любой человек вообще существо социальное. Он всегда контактирует с другими. И опять, как бы ни менялись направления деятельности, профессии и так далее, это тоже важно. Ну и к этому вот добавим хотя бы опять то, что я назвал инструментальной и мировоззрительной компетентностью. Поэтому мы эту проблему решаем вот на этих путях. А насколько, вот такой может быть последний вопрос, насколько Балтийская международная академия, ну как частный ВУЗ, в принципе, ну автономна или самостоятельна? Я понимаю, что есть какие-то рамки государства, которые устанавливают по программам, связанные с лицензированием, аккредитацией. Насколько вот вы, как ВУЗ, автономны? Я не имею в виду там финансовых вопросов, даже с точки зрения содержания образования. Вот знаете, принципы автономии ВУЗов и академических свобод в Баломском движении основополагающих. Но проведя 20 лет в Баломском движении, вообще-то Латвия, на мой взгляд, но я это могу обосновать, вообще автономию ВУЗов и академические свободы, ну поставила на N какое-то место. На N какое-то место. Понимаете, к сожалению, всем ВУЗам, в том числе и частным, предписывают даже те мелочи, с которыми они бы успешно справлялись сами. Ну и не только мелочи, например, для частных ВУЗов регулируются языки, которые они используют в обучении, формы и так далее. Кто, в принципе, тоже сужает вас возможности. Вот, и знаешь, в принципе же, автономия университетов и академические свободы, это не просто красивые слова, понимаешь, это вообще принципы, которые вытекают из многовекового существования университета. Балонский процесс назвали Балонским, потому что ректора собрались, чтобы отметить круглую дату первого европейского университета Балонского, который возник в 1044 году. В 1044 году? Извините, пожалуйста. И вот отсюда название Балонского процесса. Уже тогда поднимали ценность образования? Да. Ну, естественно, извините, а образование вообще бесценное, потому что человек-то отличается с всего остального в этом мире только наличием разума. Разума. А разум это что? Это вообще-то машина, грубо говоря, по переработке информации. Так как мы возвращаемся к тому, с чего мы начали. То есть знания. Поэтому самым большим богатством человечества являются интеллектуальные ресурсы. Не природные, которые исчезают. Для Латвии это особо актуально, потому что у нас исчезать-то нечем природных ресурсов. Совершенно верно. Но это актуально не только для Латвии. Нет, я понимаю. Стран в этом мире, где с природными ресурсами острый дефицит достаточно много. Например, тот же преуспевает Сингапур или та же Япония. И Южная Корея. У них, да. Но, видите, корреляции между богатствами природных ресурсов и уровнем жизни населения прямой нет. В Сингапуре ничего нет, ни в земле, ни над землей, нигде, но не в свое время вложились в образование именно в первую очередь. Именно вложились. И вот результат. И вот результат. Процветающая страна. То есть, есть чему поучиться. Да. Ваен Евгеньевич Никифов у нас был в студии. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.